Всем приветик! Сегодня я нахожусь в городе Альбисхайм, тоже земля Рейнандфальц, это магазин Эдека. Тут подошли до одного здания, здесь проводилась рождественская ярмарка, такое место было. Вот сейчас хотим пойти в ту церковь. Будущего. Роман Херцог. Еще раз прочитай, еще раз. Что тут самое? Без памяти нет, память это, нет ни преодоления зла, ни уроков для будущего. Фюр де цикунфт, роман Херцог. В память о еврейских гражданах Альбисхайма, которые преследовались, депортировались и были убиты во время нацизма. Джоанна Борх. И вот идут имена всех, кто убил. Зигмунд Гомбель, Девит Мецкер, Йоханна Мецкер, Марина Мецкер, Марта Мецкер, Уроженница Майер. Марта Страус, рожденная Фрюрих, Герта Валь, рожденная Гюмбель, Йоанна Борг, Бланка Давид, рожденная Мецкер, Шарлотта Файбер, Манн, рожденная Гюмбель, Антонио Фрюрих, рожденная Эликан, Херберт Фрюрих, Фанни Ильзе Гюмбель, Мина Гюмбель, рожденная Ульман, Пауля Гюмбель. Вот такой вот памятный знак стоит с замученным евреем. Тоже вот такой вот маленький городочек. В поселке около двух тысяч населения есть такие вот дома, более квартирные. Это вот центральная улица этого поселка. Здесь магазинчики такие вот. Вот вам юго-западная Германия. Вот так вот они выглядят, эти поселочки. Радхаус, где обычно какая-то вот заседает вот наподобие общественных служб, мэрия города. Такое вот здание. Оно небольшое. Всего два этажа. И башенка небольшая с часами. Стандарт Гюльхайма. Значит, это городская, да. Городская служба Гюльхайма, да. И вот такой вот маленький городок. Грязи, мусора нет. 30 скорость ограничения. Вот они еще старые, старые домики. Ферхерные дома эти. Дорога поворачивает туда, туда. На подоконниках такой. Вот обратите внимание на этот дом. К тому дому, наверное, лет 300. Сейчас стороны покажу. Очень такой интересный. А мы идем гулять. Сегодня выбрались немножко. Говорю, давайте хоть погуляем по городу. Это пожарная служба. Такие домики интересные. Видите? Люди. Никакого мусора, грязи. Улочки чистые. Да, чтобы вам показывать, вот какая Германия даже маленьких. Домиках маленьких, городках, поселочках. Все чисто, аккуратно, уютно. Люди следят. Вон, пожалуйста. Какая красота. Как этот поселочек. Ближе до гор. То он немножечко идет, как бы, вверх. Приходится немножко идти в горку. Вход на ярмарку. Это что-то написано, объявления какие-то. Это детский сад. Да это детский сад, скорее всего. Киндергарден. Скорее всего. В общем, видите, звезды Давида. Здесь, вот у меня муж рассказывает, было очень много евреев. В тридцать девятом году, вот и уничтожали, расстреливали. А вот вход Валеран. Вход церкови. Вот и вход в церковь. Так, что-то мы идем. А может и синагога. Нет, я не знаю, шпиль. Как католический вроде. Там петушок. Кто скажет, напишите, что это за церковь. Сейчас мы подойдем. Взяли, чтобы можно все позитить. И вот возле церкви памятник солдату. Тут солдаты, а мы сейчас почитаем. Да. Немножко свет. Да, буквы затираются. Их надо обновить. Пожалуйста, цветы. Все в порядке. И нанцун кидахнис. Кидахнис. Ага, вот написано. Шмидт. А, это кто? Здесь погиб, получается. 44-я. Альфред. Да, это, скорее всего, памятник солдатам. Валера, это Великой Отечественной памятник. Немецким солдатам, которые погибли. Дом. Написано дом. Петушок. Вроде бы как, да? Я не знаю. В общем, вот такой вот церковь. Попытались туда зайти. Она закрытая. Вот такой памятник. И вот прямо за церковью вот старинные идут склепы. Ой. Вот такая вот старинная могила. Здесь покоится в Боге Марии Фредерике Шталтайн. Рожденная в мае с 99-го. Умершая в 1888-м. Смотрите, еще какая есть могила. Такое вот старинное подбище. Смотрите. Никакой грязи, пыли, мусора. Хотела обратить ваше внимание. Вот кладбище, да? Они очень аккуратные. И нету тут, как у нас принято, больших деревьев насаживают. Маленькие эти памятнички. Вот такие ротодендроны. Похоже. Смотрите. Даже без фото. У нас же, знаете, как фотографии делают. Так как у моего папы почти на могиле тоже с розами. Когда умирал, тоже говорил, не делайте мне кресты. Вот у нас свеча и розы. А это вот церковь старинная-старинная. Тоже интересная. Старинная. Когда-то, наверное, эти памятники стоили бешеных денег. Это вот, просто представьте, мрамор. Вот он. 1800-х годов. Это какие-то семейные скрипы. Фамилия написана. Да, это семейное. Семейное место. Вот такое вот. Вот, пожалуйста, идешь. Все видно. Каждую могилку. А если вы посмотрите у меня на канале, то у меня там Мариупольское кладбище есть. Там вообще невозможно идешь. Тысячи. Надо пройти, можно сказать, метров. Около несколько километров. Чтобы дойти до своей могилы. Ну, до родственников, я имею в виду. То, где похоронен. А тут бы намного все проще и аккуратненько. Все красиво. Чисто. Такие вот могилки. Вот чему есть поучиться. Никакого. Зачем ставить эти. У нас метровые по два метра, по три метра ставят. На могилах такие памятники. А то, что ты поставишь и 10 метров. Ну, это, как правило, наверное, скорее всего, семейный какой-то. То лучше не будет. Вот такое аккуратненькое. Очень мне нравится. Это вот какой-то семейный тоже. Памятничек. Там, как правило, несколько поколений захоранивают. Красиво, такая надпись. Смотрите, и даже зима сейчас. Вот январь месяц. Живые цветы, пожалуйста. На могилах все ухаживается. Нет грязи, мусора. Ничего. Мои стоят. А мы ходим. На могилах действительно получаешь какой-то вот на кладбище, какой-то покой. Я сюда, когда прихожу часто, вот если хожу на кладбище, да, что эти люди уже прошли свой путь. Они сейчас отдыхают. Кто вот меня поймет, тот поймет. Вот, в общем, какая-то здесь атмосфера. Есть такие кладбища тревожные. А здесь почему-то так тихо, хорошо. У каждого свой путь. Ничего лишнего. Все у нас такое красиво, аккуратненько. Живые цветы растут. А это вот, смотрите, интересно. Такое чувство, что тоже то ли кремируют, то ли что. И вот люди, наверное, здесь поминают, как поминальное. Что-то сидят, видите? Столики там. Или даже стулья. Какие-то, может быть, служения проходят. Тут тоже кресты. Ну, все аккуратно. Действительно, все аккуратно. Хоть оно и старенькое, старенькие. Но все чисто. Там трасса идет. И вот о чем я говорила. Вот эти солнечные батареи на крышах люди экономят. Экономят себе свет. Вот они, мусорники. Все чистенько. Никаких свалок возле домов. Мусора, хлама. Все чинно и благородно. Уживых нужно бояться. Да, вот рассказываю дочке, что сегодня так хорошо по кладбищу она удивляется. Еще мне нравится по кладбищу. Я говорю, покойников абсолютно не боюсь. Надо бояться больше живых. Вот тоже интересные домики. Чисто. Все аккуратненько. Вот такой вот парк. Интересно. Это фонтанчик, но он летом. Тут водичка бежит. Памятник, который я сейчас показываю, сделал, приехал один американец, семья которого в годы Великой Отечественной, ну, так я громко сказала, семья которого здесь погибла от рук нацистов. И вот он в 93-м году приехал из Сан-Франциско, родственник. Поставил вот такой в этом городочке памятник. Поставил тут лавочки. Тут, конечно, летом я была здесь более-менее аккуратней. Как бы память о своих родственниках подарил городу. Вот такой вот чистенький, аккуратный скверик. Лавочки стоят, увидим, как остановка вот здесь. Все аккуратно. Вот, конечно, к сожалению, я весь городок сегодня не смогу обойти. Он большой, но что-то немножко вам показало. Чуть-чуть-чуть. Насколько интересно просто. Посмотрите, как красиво все сделано. Вот такой вот он со стороны. Вот такой вам сегодня маленький-маленький обзорчик я вам сняла. Я надеюсь, хоть немножко вас заинтересовало, показало вам тут и кладбище старинное, и еврейские памятники. Конечно, не все могло хватить немножко. И в предыдущем видео, то, что я показывала, действительно потихоньку в том магазине, где мы были, еще было более-менее товаров. Зашел муж в другой магазин. Там уже потихоньку товары меньше стали. Я не знаю, с чем связано, но вот такой вот вам был сегодня обзор. Всем, мои хорошие, пока. Всем добра, мира, позитива. И самое главное, берегите себя. Пока-пока, чус. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok